добрый день друзья с вами но и желаю вам всем отличного настроения надеюсь ваша неделя выдалась достаточно удачный ребят сегодня я выступаю форме подкаста совершенно не обязательно смотреть на то безобразие которое будет происходить на экране тем более никакого безобразия не будет скорее всего поставлю какую-то просто картинку то есть надели наушники врубили свою любимую игрушку и просто слушаем один мой подписчик и очень активный зритель прислал мне статью которая как мне кажется представляет из себя определенный интерес и интересно она тем что внутри этой статьи зашиты вообще отношение российского разработчика российского game development а к своей аудитории я вам обязательно сейчас эту статью прочитаю для тех кто не хочет тратить время потому что она достаточно долгое и обязательно просто ребят послушайте вы должны понять где мы живем и каким образом вообще все наваривается наслаивается и происходит значит данная статья посвящена игре батла это самое но не самое на восьмом месте эта игра стояла в списке игр вконтакте то есть эта игра как раз была сделана на движке unity если я не ошибаюсь о которыми как раз недавно говорил на своем канале и вот данный шутер про роботов извините был очень популярен имел громадную аудиторию это история данной студии истории того как она начиналась история самой игры и истории того как вообще мы с вами все живем и как эти игры выстраиваются так меньше воды больше дела история взлета и падения батлы одного из первых 3d шутеров для социальных сетей в середине января 2018 года компания game pro приняла решение о закрытии браузерного экшена батла одного из первых трехмерных шутеров для социальных сетей через полгода после выхода в 2012 году игра заняла восьмое место в топе самых популярных игр во вконтакте основатель game pro дмитрий лиховой рассказал dtf подробную историю батлы и команды которая стояла за ней вся эта история со мной и с играми началась примерно тогда когда закончился союз иметь ввиду советский союз наша семья жила в городе конев черкасская область украина извините если неправильно произнес и в этом славном городе была система образующие предприятия куда ссылали в кавычках специалистов со всего союза завод магнит так вот венцом творения коневского электромеханического завода магнит был персональный прости господи компьютер станция и с 79 78 из-за кризиса завод который находился на грани банкротства рассчитывался с рабочими продукциями так я стал обладателем чудного пк с винтом на 30 мегабайт и двумя дисководами 5 дюймовым и 3 дюймовым начале 90-х маленьком городке я был очень крутым в узких кругах само собой очень узких последний штрих чтобы закончить описание этой эпохи одной из моих любимых игр была defender подозревая что ее сделали местные разработчики так как она была на русском языке дело происходило в древней англии нужно было захватывать княжества проводить какие-то довольно простые операции одна из них перебросить армию из замка войска на станции в кавычках приходилось зажимать кнопочку спичкой и уходить играть на улицу часа на три-четыре потом поужинав можно было с полной армии отправляться на задание примерно тогда и появилось ощущение что с играми моя жизнь будет связана очень плотно вторая половина 90-х это эпоха компьютерных клубов ох чудное время пыльных подвалов запаха травки дешевых сигарет и сапожного клея мой первый клуб располагался в тесном подвале обувной мастерской ребята чинили обувь днем а по ночам валили друг дружку в doom 4 пока примерно 15 квадратов на зрители набивалась по 20 человек лишь бы заглянуть из-за спины что происходит на 13 дюймовом ламповом мониторе от сотого пенька этакий прототип современных стримов одним нравится играть и демонстрировать это другим смотреть тогда я думал что желание смотреть связано с недостатком денег но теперь вижу что существуют и другие объяснения как бы то ни было мое путешествие по коневским компьютерным клубом привело меня к бойцовскому клубу в 2003 году в коневе стал появляться интернет я тогда уже был студентом второго курса киевского университета культуры приезжал на выходные на историческую родину и все сэкономленные деньги естественно спускал на компы с друзьями точно помню что бойцовский клуб бака сломал мне мозг такое дикое вовлечение интересные истории погружения и интерактив это было что-то новое никаких тебе сохранений никакой пощады приходит крутой донатор ломает тебе ноги ты вываливаешься в баню на некоторое время и количество часов да ты счастлив черт возьми дичайшие эмоции параллельно дома появился интернет и необходимость ходить в клубы стал ослабевать интернат тогда не был таким доступным правда как я играл в быка из дому идешь сберкассу и пополняешь интернет на 10 гривен 2 долларов идешь домой начинаешь бой выключаешь интернет ждешь 10 минут заходишь снова дерешься и так по кругу хочу подчеркнуть что у меня во всем этом быка увлекла именно историей и ее интеграции с живыми людьми довольно быстро разобравшись в монетизации я встретился с дилером купил немного виртуальных денег и понял как все это работает это пригодилось через полтора года в 2004 году я устраивался в одну украинскую компанию который занималась продажей светодиодных экранов увы это была молодая компания и шеф был молодым а я был бестолковым юным игроманом меня надо было увлечь научить показать короче первое время я делал попытки работать эффективно но потом решил что халявный комп и интернет не виноваты в моей некомпетентности и вот я уже забиваю в google игры онлайн бесплатно где-то в первой десятке вынорнула лига героев на тот момент этой браузерки по мотивам быка но со своей уникальной боевой системой дома рыцарь дракон камень-ножницы-бумага было пару месяцев один из админов был довольно активен в чате оказалось что он играет волейбол как и я так мы нашли общий язык я повадился писать ему всякие интересные истории квесты тексты и так далее рисовать и кодить я не умел и не хотел а ребята мне хватало как это называли бы сейчас креативного директора ну или хотя бы копирайтера оказалось что в этом проекте уже есть один помощник помимо меня и о чудо он киевлянин это был дима галяк с первой же встречи мы понравились друг другу напились подружились и стали работать вместе в проекте делясь знаниями и новостями дима работал тогда в и безласть light studio продакшен занимался разработкой игр в том числе был намного опытнее меня в геймдеве я заслушивал с его историями об бостон анимейшнс алисе чумаченко сергей орловском основатели game inside и не вал и к слову сплетнями с dtf то есть это тот сайт с которого я вам читаю статью я заболел геймдевом насколько я тогда понимал этот термин 2006 году подключил к лиге sms сервис начал продавать виртуальную валюту украинцам стал дилером организовывал сходки встречи игроков бывалый по 100 человек со всего мира россии беларусь германия мальта латвия не говоря уже об украине было весело это создавало костяк и атмосферу игры меня уволили из компании в которой я работал маркетологом в 2006 году еще оба чем ведь большую часть рабочего времени я проводил в лиге героев это вскрылась когда шеф тайным попросил фиксировать из админа весь исходящий трафик я на тот момент уже был индивидуальным предпринимателем получал первые доходы с игры сперва конечно расстроился но подумал что за прошлый месяц своей компании я заработал 200 долларов а играми 800 и тут до меня дошло больше на юным сотрудникам я не работал кроме одного эпизода но о нем позже в 2008 году мы с димой продали нашу часть в лиге героев за 25 тысяч долларов это были первые большие деньги хотя спокойно можно было просить и 100 тысяч так как московские разработчики мечтали от нас избавиться а редкий месяц в игре приносил 30 40 тысяч здесь как в бк были довольно активные донаторы дивиденды с игры до этого тоже радовали но такие крупные суммы сразу были впервые тогда я сформировал для себя термин золото эльдорадо как основополагающий в энди геймдеве было такое время что любая игра непредсказуемо могла принести тебе просто бешеные деньги и мы все разрабатывали эту жилу в лиге я познакомился еще с одной ключевой личностью всей этой истории моим будущим компаньоном василием с махваловым вася тоже играл как все мы был увлечен икрой при первой же встрече мы нашли общий язык я рассказал ему о нашем оффлайн комьюнити куда вася и влился 2008 году после продажи доли в лиге героев вася решил стать инвестором и с димой начал работу над собственной браузеркой и твор война братьев вторым разработчиком стал брат димы жени голяк я же в это время занялся разработкой своей браузерки олидырия моим напарником в этой истории стал саша скиданов очень талантливый разработчик из ижевска слову в 2009 году он получил золотую медаль на мировой олимпиады по скоростному программированию о нем можно было бы написать отдельный лонгрид мне нравилось работать сашей он воплощал мой безумный день с невероятной скоростью крот код правда не всегда был стабильным но мы об этом тогда и не думали в концу 2008 года я присоединился к проекту из твор стало понятно что кроме того чтобы построить корабль на чем еще нужно уметь плавать я делал свой посильный вклад в эту историю занялся работой с фрилансерами написанием сценариев финансовыми вопросами в какой-то мере менеджментом и и штор прожил долгую счастливую аж до января 2017 но не очень насыщенную жизнь mail.ru переманила всех любителей браузер свое традиции и его клоны и уж не помню кто там был первый но конкурировать с таким гигантом стало невозможно инди развлечения становились индустрией алидерия также не оправдала себя в 2010 году саша сказал что ему пришло приглашение поработать в сан-франциско в компании microsoft и глупо было терять такую возможность кризис 2008 сильно ударил по индустрии думаю первое от чего отказываются люди в кризис это траты на игры насколько захватывающими бы они не были они были ведь еще не существовал такой активной социализации как сейчас во вконтакте или facebook помимо разборок в самих играх они происходили еще и на форумах в 2011 я умудрился продать алидерию за четыре с половиной тысячи долларов четыре с половиной тысячи за 46 месяцев работы чертов гений немного цифр и штвор несколько самых активных игроков за весь период жизни проекта вложили в игру по 20 тысяч долларов средний чек в игре редко падал ниже 50 долларов но таких игроков было недостаточно чтобы обеспечить работу работу команды да еще нужно было как-то развиваться возвращать инвестиции 2011 стало понятно что перспективы очень призрачные но мы были новаторами нас стали приглашать на выставки конференции помнится на одной из них 2009 году к нам потел какой-то продюсер и битый час рассказывал что будущее за мобильными играми и как это будет круто мы крутя в руках свои ноги и не думали о чем он говорит эх если бы мы слушали его внимательно и купили бы свой первый гребаный iphone еще тогда параллельно с эрой мобильных игр пришла и эра социальных эта тема нам стала ближе мы начали думать о социальных сетях как о трафике пытались пристроить и штвор во вконтакте из этого не вышло ничего хорошего но в процессе изучения мы неплохо вникли в api вконтакте и одноклассников последние как раз в 2010 году решили открыть каталог с играми и мы одними из первых оставили заявку каталог был еще в разработке а бухгалтерии администрация окей заставляли нас легализоваться подписывать договора и добавлять свои игры мы нас наспех склепали матч 3 игру волшебные шарики и отдали им как вы думаете станете ли вы популярными на такой площадке как одноклассники если вы единственные матч три еще бы пол миллионами регистрации в первую неделю мы были в шоке для сравнений пик наших мечтаний в лиге героев был около двухсот с половиной тысяч пользователей ежедневно валидерии и иштвор эта цифра доходила до 1 1 2 тысяч а тут пол ляма две недели разработки и так много игроков с того момента фокус сместился на разработку игр для социальных сетей правда все продвигалось со скрипом молодые годные фрилансеры мы хотели отщипнуть наконец-то от своей желатой жилы но не тут-то было одноклассники как раз купил mail.ru и процесс перевода бухгалтерии занял месяцев 6 или 7 все это время мы были в подвешенном состоянии я пытался вывести деньги скандалил с бухгалтерами уже тогда mail.ru реально думал что они нас решили кинуть для нас там накопилась нешуточная сумма начав процесс партнерства в сентябре первые деньги мы получили в мае на следующий же день я купил iphone 4 за весь период жизни волшебные шарики принесли нам больше двухсот тысяч долларов в том сентябре началась другая история которую я вспоминал вскользь вася самохвалов тогда уже был видным политтехнологом и редактором крупнейшего телеканала в 2010 году он пригласил меня поработать с ним на проекте для одной политической силы работа была довольно плевая деньги обещали очень хорошие хотя к вася я относился с большим пиететом и согласился бы даже если бы надо было вкалывать пару месяцев за бесплатно эта история про геймдф потому не буду рассказывать подробности этого этапа моей жизни скажу главное мы сработались а через год с ним и партнерами открыли рекламное агентство в котором и работаем до сих пор наступил 2011 год агентство еще не было меня пригласили в киевский офис microsoft прочитать лекцию про социальные сети и игры тоже как отняли по история я собрал за вечер данные из рекламных кабинетов вконтакте одноклассников facebook рассказал о наших успехах в шариках на этой площадке случился непонятный мне ажиотаж я тогда заподозрил что рекламный рынок его тусовка совсем не понимает как работать с соц сетями с годами до меня дошло что я то уже в digital был лет пять на тот момент просто сам рынок был в другой форме похвастаюсь на этой конференции мы познакомились с ярославом ожнюком с которым потом делали проект для microsoft сейчас ярик развивает свой крутейший проект pet cube 2011 году наша команда была в подвешенном состоянии активно дружили и мечтали мы втроем я дима и женя начале года дима позвал меня встретиться с его коллегами саши жуковым и максом оказалось что у них есть идея сделать браузерный шутер на unity это была молодая революционная технология создающие 3d мир и прямо в твоем браузере проанализировав сетки мы поняли что на вк и уке еще никто ее не использует саша и макс работали с димой и женей в обе слайдс дела у компании на тот момент уже шли не очень хорошо у ребят было свободное время и они занимались артом макс сделал модели смешных роботов а саша их анимировал жени и дима давали этому жизнь на тот момент был только простенький прототип но его было достаточно чтобы понять это интересно так я познакомился с идеей варбокс во время первого же разговора я обратил внимание на то с каким недоверием один из членов команды макс относился ко мне и моей роли в компании действительно было сложно понять в чем же заключается моя ценность вроде же все есть арт движок код это мы теперь все умные понимаем что такое стартап и что такое игра а тогда все делалось по наитию мы обговорили роли обсудили возможные планы у каждого из нас было по 25 процентов предприятия но жене и дима отдали мне часть своих долей это нелогичность позже нам аукнулась однако на тот момент я не думал о деньгах входил в обычное состояние куража прикольно же делаешь компьютерные игры люди в них играют с голода не умрем все супер правда родители еще долго стыдились рассказывать людям чем занимается их сын ну и их можно было понять в сентябре 2011 года макс начал раскачивать лодку его ожидание быстрой прибыли не оправдались мы пытались объяснить что все работаем бесплатно у всех есть основная занятость но страсти накалялись эмоции skype уже мешали спокойно жить и работать через месяц ожесточенных дискуссий мы решили попрощаться с максом название варбокс и первые роботы были его детищем так что мы предложили выкупить их слава богу что он обиделся и не захотел взять 10 тысяч долларов нам пришлось оперативно думать как закончить проект в кратчайшие сроки мы собрались в одном из кальян баров и на интенсивный шторминг решили что роботы это все же страсть но сама идея должна быть иной в первой версии они были холодными пластиковыми не имели индивидуальности мы решали или решили написать для них историю так и появилась идея о том что это роботы которые спасаясь от катаклизма на своей планете прилетели захватывать землю но немного не рассчитали оказалось что они слишком маленького роста вот и остались воевать друг с другом за конфеты на палочках ведь для них глюкоза это что-то вроде золота для человека так началась история game pro название для проекта выбрали довольно быстро 2009 году мне приснилось слово батла домен естественно был занят и мне пришлось нанять киберсквотера чтобы он его выкупил сайт я просто оставил в кладовочке и вот через три года он пригодился зима у нас ушла на то чтобы вдохнуть жизнь в роботов захватчиков и 1 апреля 2012 года мы запустили игру во вконтакте если честно это произошло чуть раньше но 1 апреля легче запомнить к тому же можно было праздновать день рождения в привязке к шуточкам и розыгрышам вся эта подробная история про ранний период развития нашей команды нужна была для того чтобы понимать как формировалась наше мировоззрение для лада для нас было понятно исключительно идеи pay to win и мы уверенно шагали к ней тогда браузерки так и работали мы свято верили что в батлу будут играть хотя бы ну тысяч двести человек проекта сложный в отличие от волшебных шариков а если каждый заплатит нам по баксу то будет хорошо точнее тысячи человек заплатит по сто двести баксов а остальные игроки для массовки первый месяц все шло так вот шатко валко мы пытались переливать трафик с волшебных шариков что-то там росло что-то нет нас добавили в каталог но приближалось лето а это мертвый сезон однако однако как я говорил ранее при подготовке шариков мы неплохо изучили и 5 я уже тогда год работал диджитал агентстве понимал основу онлайн коммуникации механизмы сетей и так далее мы приняли несколько очень правильных решений первый из них веральность каждый игрок мог сделать аватарку во вконтакте со своим роботом названием и адресом игры также в любой момент игры игрок мог нажать п на русской или английской раскладке чтобы на его страничке появлялся скриншот ссылкой на игру на третьем этапе мы наполнили игру максимумом инструментов типа бонуса за ежедневный вход с прогрессией по дням если каждый день заходишь что получаешь больше игровой валюты приглашение друзей подарков друзьям и тому подобное все это привело к тому что каталог каталог начал ранжировать нас необычайно активно платежи стали сыпаться щедро хоть и в небольшом объеме все сто процентов прибыли мы вливали в рекламу здесь пригодились мои навыки диджитальщика всеми правдами неправдами я размещал сотни объявлений пользовался некомпетентностью модераторов и ставил на баннеры логотипы квей контр-страйк health life и так далее не честно да эффективно ли вы себе не представляете насколько эффективно и так в конце июля 2012 года через два месяца после запуска мы попали на восьмое место в каталог лучших игр вконтакте обойдя позиции на 10 ближайшего конкурента contract wars они сумели запуститься раньше нас из-за нашего проседания на старте и истории сварбокс слову мы о вконтакте как и площадке не думали основные деньги шариков пришли с одноклассников там нас полюбили как сейчас говорят женщин 35 55 крупные города миллионники для нас стало открытием что аудитории батлы младше двадцати двух лет позднее она трансформировалась в 18 минус мы сперва даже расстроились пока не поняли что это шикарные ниши ведь мало кто в не работает на социальных платформах аудитория активная и благодарная хотя и сложная после того как ты попадаешь в топ каталога в топ каталога регистрации с учетами рекламы и органической виральности исчисляются десятками тысяч в день до ноября 2012 года мы все сто процентов денег заработанных батлой инвестировали в рекламу пока не увидели что динамика регистрации с рекламы стала стихать а денег батла стала приносить слишком много чтобы вкладывать все да и уже почти два года работали бесплатно пора было промыть наше золотишко и отправиться в таверну обычно эта часть истории интересует всех но я не буду раскрывать секреты скажу так первые деньги которым мы получили вызвали не мой восторг спустя лет пять мы ностальгировали я столько денег в одном месте никогда не видел а тогда молча распихав по карманам купюры пошли курить кальян и думает думать что нам все-таки нужен офис первый офис сняли естественно в центре бывшем бомбоубежище подвал на 55 квадратных метров с хорошим ремонтом и классной мебелью я правда иногда бился головой дверные проемы но это мелочи мы на такой не обращали внимание а вот когда стал забиваться унитаз и начались проблемы с вентиляцией то мы решили переехать спустя полгода в августе 2013 поселились в клёвую двухкомнатной квартире на первом этаже жилого дома вели себя очень скромно хотя спокойно могли себе позволить просто купить такую квартиру весной и летом 2013 к нам присоединились еще три человека ведь чумаков эдик лагунин и паша цехан все очень клёвые моделеры отличные ребята и ярые фанаты батлы никогда не видел чтобы люди целыми днями играли в свой проект обычно как ты знаешь всю подноготную и тебе особо не интересно играть нет стимулов стремиться развиваться а тут было весело я признаюсь сам подвисал в батле в офисе всегда вдымил кальян у нас не было планов сроков дедлайнов мы конечно ставили себе цели но жестко их не придерживались в целом мы были очень крутых тактических решениях но не в стратегических никто не понимал куда идти что будет завтра все происходило слишком быстро 2013 году мы получили под 2 миллиона на всех площадках цифры онлайна доходили до 11000 за первые полгода смогли аккумулировать 3 миллиона регистраций игра уже была портирована навыка окей мой мир фото страну запустили свой сайт выпустились на фейсбук еще на куче странах и не всегда понятных площадках каталогов мы были активными ребятами но столкнулись с проблемой масштабирования когда мы достигли отметки в 3 миллиона игроков то решили что надо это как-то отметить тогда мы с сашей жуковым занялись разработкой ролика который неожиданно для нас набрал кучу просмотров так еще и началась история с мультипликации в этом также был характер батлы конкуренты не могли себе такое позволить раз уж заговорили о роликах то расскажу еще одну интересную историю через пару месяцев после трех миллионов вдохновленные цифрами на youtube мы решили что было бы здорово поздравить игроков с рождеством тогда по миру гремел псай со своим гангном стайл и мы стилизовали свою открытку под него мы слегка так хакнули youtube разместили ролик в игре где его посмотрели 150 тысяч 200 150 200 тысяч человек этого хватило алгоритму видеосервиса чтобы посчитать наше видео популярным на следующий день она оказалась на вершине топа в итоге просмотры повалились сотнями тысяч как и регистрации я впал в легкую депрессию когда приехал на работу и увидел тот трэш который творился в комментариях со всеми этими проклятиями и оскорблениями в мой адрес в адрес моей семьи и всех кого я знаю но потом убедил себя что это цена популярности по сути так и было собаки лают батла идет своей дорогой ролик по итогам года стал четвертым по популярности в украинском сегменте youtube у нас уже было 30 серверов сетки каждое обновление а их было немало вешала игру на полдня сложно стабилизировать игру когда обновление в 25 мегабайт а столько в игре весила игра одновременно качали сотни тысяч людей мы постоянно переписывали серверную часть игры это здорово нас тормозило самая требовательная аудитория от нас отворачивалась но приходила другая нам казалось что это органическая замена 2013 году согласно статистике каждый третий школьник москвы киева и санкт-петербурга хотя бы один раз в месяц но играл в батлу то есть реально мог зайти в любую школу и спросить кто играет в батлу треть учеников подняла бы руки до сих пор в это не верится с успехом игры появилась внутренняя проблема мы не прошли медные трубы испытание популярностью далось нам очень болезненно мы решили что наши жилы найдены и будет с нами всегда это значит что мечта сбылась нужно срочно покупать яхту ехать на ней на мальдивы загорать прямо из киева это конечно шутка но тот тяжелый рывок и постоянное напряжение при разработке игры дали о себе знать я сам порядочно подустал совмещал работу в агентстве с батлой иногда уходил за агентство около четырех часов дня шел в game pro и работал там до 9 10 вечера выходные стали тоже пропадать ах да уже появилась game pro мы пришли к осознанию того что мы все таки не просто разработчики батлы а уже солидная студия посудите сами и штвор волшебные шарики батла был еще ряд неудачных экспериментальных проектов но в итоге мы окуклились в студию game pro придумали себе слоган вы ноу how game sounds но я вам перейду с английского мы знаем как звучат игры и на этом решили что все формальные признаки студии уже есть также в 2013 году к нам присоединился лишь садаков лишь и садыков младший разработчик на этом команда проекта по сути не менялась были эпизодические вливания извне но костяк состоял из 8 человек динамичный 2013 привез нас к известным событиям в украине в киеве мы создали новогодний уровень с елкой который повторяла онную на майдане убрали все оружие оставили только снежки а кричалки ведущего 1 кровь дважды крут трижды монстр решили заменить на славу украине героем слава смерть врагам было очень забавно мы переживали что отвалится большей частью аудитории но хайп принес там еще больше популярности и даже россияне с радостью играли на этом уровне мы оценили свою силу в донесении месседжей она пригодилась в 2014 году когда к нам обратилась одно из лучших диджитал агентств россии с предложением отрекламировать снеки чит из компании pepsico майдан отнял очень много сил событий в стране только-только начинали ходить в стадию тревоги и неопределенности мы хотели отвлечься чит из желали просто разместить у нас свои баннеры и получить шестьдесят шесть тысяч регистраций мне показалось что это скучно я уговорил ребят сделать это красиво я уже был крутым диджитальщикам вряд ли у кого-то в украине экспертизы в геймификации рекламных компаний была сильнее чем у меня в общем я написал сценарий для чит из вместе с сашей жуковым создали крутой промо ролик разбили активацию на несколько этапов и брендировали уровня причем довольно ювелирно активация была доступна только для россиян так как чит из не продавался в украине и игроки из разных стран видели один и тот же уровень по-разному но это никоим образом не мешало игре фишка проекта была в том что нас впервые в тот момент взломали мы быстро закрыли дыры но как говорится осадочек остался мы придумали идею рекламной кампании в игре появились читы это привлекло внимание даже тех кто не играл в батлу зайдя в нее они видели брендинг чит из в итоге те кто продавал чит программы столкнулись коммуникационной проблемой они предлагали игрокам читы но те говорили что уже купили их и съели было смешно и результативно для чит из мы предложили фиксировать каждую проданную пачку их снеков хоть этого и не требовалось они дали техническую возможность отслеживать только один код от пачки на игрока так мы получили 12000 уникальных годов за пару недель игроки покупали по 5-10 пачек группу батлы пестрелы читов удивительно было когда в течение часа после объявления акции реки зарегистрировали 50 пачек вот вы представляете уровень вовлечения в игру 50 человек сорвались в магазин купили снег зарегистрировались и счастливы продолжили играть батлу добровольно они провели в рекламе примерно по 40 часов каждый из этого мы даже собрали кейс увы традиционный рекламный рынок украины не смог оценить всю его красоту конец 2014 года ознаменовался для нас кризисом в россии украинская аудитория составляла около 27 процентов игроков и мы не сильно почувствовали изменения в поведении а вот в начале 2015 стало сложнее 2014 году мы уже выровняли наши проценты как партнеров стали брать себе минимальную зарплату откладывали финансовую подушку пытались думать о будущем жаль только что не сделали этого 2013 но с другой стороны если бы мы так сделали эта история не была бы такой вкусной на тот момент мы уже прошли green light в steam силами нашей колоссальной армии игроков и чудных рекламных инструментов вконтакте но steam не любит модель pay to win и западная аудитория забросала нас гнилыми помидорами в итоге steam для нас остался увы не использованным шансом кроме всего прочего мы приняли не очень верное решение развивать игру в ширину а не высоту поясню нужно было делать ее быстрее легче распространять по всему миру выходить в азию в южную америку а вместо этого мы решили добавить два класса роботов игра стала атмосфернее но это решение сковал нас в темпах разработки 2014-15 года ушли по большому счету на то чтобы добавить скаута и танка было много работы по серверной части игры женя голяк филигранно тянул это на себе но игроки этого не могли оценить это невидимые изменения в игре в том же году в наш гроб забили первый гость появились марчит и программы которые позволяли взламывать игры на уровне драйверов системы защититься от которых невероятно сложно можно конечно но это бесконечный процесс борьбы с ветряными мильницами мы стойко боролись с ними первые месяцы но потом поняли что чума быстрее нас 2016 мы уже начали ощущать дыхание неизбежности стоит отметить что в 2015 году я залез долги и инвестировал все свои сбережения в новый офис для game pro чердак уютное клёвое место с потолками в пять с половиной метров я надеялся что это даст возможность минимизировать затраты в будущем и немного поднимет боевой дух команды аккурат в начале марта 2016 года мы все вместе переехали туда батлан начинала гореть в агонии и мы решили делать параллельно новый проект рыбка толстушка по сути клон агар и а где ты рыба который есть других рыб вышло очень интересно но не зашло в итоге концу 2016 года команда стала рассыпаться ведь всем нам нужно было кормить свои семьи да и за эти интенсивные 6 лет мы здорово и на устали от постоянной гонки от инновации друг одну от друг от друга от неопределенности еще год батла жила сама по себе практически без дополнений читеры разрывали и и оставались только самые стойкие самые преданные игроки даже сейчас закрывая батлу я удивился когда увидел цифр полторы-две тысячи новых регистраций денег на вконтакте но это уже не то как говорят американцы лучшее что мы можем сделать для нее это усыпить такой вот своеобразный гуманизм пришло время выводов что хочется сказать и посоветовать молодым командам первое ловите шанс любое место инновации и прорыву есть всегда используйте любую возможность если есть вероятность сделать что-то классное не думайте ни о чем а поддайтесь страсти желанию экспериментировать второе учитесь бизнесу менеджменту планированию маркетингу звучит очень скучно когда дело касается разработки игр но это верное решение это даст вам понимание как индустрии так и экономикой вашего бизнеса даже если вы наемный сотрудник то все равно полезно учиться третье чтобы не случилось не парьтесь все что с вами произойдет в геймдеве это полезный опыт нам так приятно с ребятами вспоминать то что мы вместе пережили вы себе не представляете мы остались дружной командой мы оставили след в сердцах 12 миллионов игроков мы стали запятой в большой истории отечественного геймдева когда я написал свой финальный пост на фейсбук то неожиданно для себя вывел формулу собственного успеха удовлетворения и самореализации для игроков батла останется тем знаковым проектом каким для нас был doom quake третий герой и я боготворил эти игры чертовски приятно знать что теперь я сам сделал что-то что вызывает у людей такие же эмоции и это ностальгия будет жить с ними всю жизнь а касаемо нас кто знает вдруг когда-то роботы снова прилетят захватывать нашу планету и кому-то придется создать для них поле битвы снова друзья данная статья была взята сайта дтф точка ру я добавлю на нее в описании если вдруг кто-то захочет сохранить себе спасибо всем кто дослушал до конца делитесь это очень интересная ребят история на самом деле не пожалеете поделиться видео со своими друзьями в гильде если вы состоите в каких-то сообществах я думаю каждому игроку будет интересно здесь много зарыто системе монетизации об отношении к играх о том кто в эти игры играет о том как люди поднимались и падали о том как они не сдавали шли вперед экспериментировали мне кажется это очень интересная достойна статья если у вас хватило времени для того чтобы ее полностью осилить то вы прям истинный герой с вами был иной ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь видео в соц сетях и всего вам доброго и до новых встреч пока пока